Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем выпуск. Казахстанцы должны извлечь уроки из январских событий. Учитывая, что основной массой среди участников беспорядков была молодежь в возрасте до 30 лет, стоит задуматься, почему эти люди так легко поддались провокациям. Одина Смогулова продолжит тему. В Генеральной прокуратуре проанализировали состав участников январских беспорядков. Оказалось, что основная масса – это молодежь. Причем это те люди, которые не имеют высшего образования и работы, а некоторые уже даже были судимы за кражи, грабежи и убийства. Среди них 19 человек – приверженцы деструктивных религиозных течений, 27 – активисты запрещенных экстремистских организаций, а также члены ОПГ. Так, например, Джумагильдеев, больше известный как Дикий Арман, и 14 человек из его группировки – основной контингент. Выходцы из неблагополучных семей и любители легкой наживы. По данным Управления по делам религии Алматы, в этом году, по сравнению с прошлым, в стране сторонников деструктивных религиозных течений стало в два раза больше. Сейчас их около 2000 человек. Среди приверженцев все чаще встречаются мигранты, привыкшие страну в поисках лучшей жизни. Но не имея религиозного образования и постоянного дохода, они попадают в сети радикалов. В ведомстве намерены работать с такой молодежью. От официальных отношений мы перешли на неофициальные. То есть мы начали собирать наших лидеров религиозных объединений и отправлять их на совместный досуг. Мы выезжали совместно по Алматинской области, по различным туристическим зонам. Эко, скажем, субботники на природе, спортивные мероприятия. Как итог, более 50 человек отошли от радикальных взглядов. И это лишь в прошлом году. А в Управлении по делам молодежи считают, что первым делом нужно трудоустроить безработных. Не имеющих специализаций будут обучать. На данный момент нами ведется работа по поиску их. То есть мы по домовой сейчас будем искать их. И будем их уже трудоустраивать. Номеруем сейчас базу. Это совместно и с правоохранительными органами. Управление образования, это и здравоохранение, это и всякие молодежные организации. Ответственность лежит и на обществе. Важно прививать молодым понимание, что благ можно добиться только своим трудом. Одина Смогулова, Рената Булхаиров, Информбюро.